всем привет друзья с вами герасимов павел сооснователь студии школы дизайна геометриум вы много писали комментариев видео топ 10 товаров из икея чтобы посмотреть какие-нибудь другие бренды какие не какую-нибудь альтернативу икея и многие писали про ларедут этот бренд мы покажем сегодня и расскажем какие в общем то здесь есть интересные товары которые можно применить современном интерьере поехали ларедут это бренд который занимается в принципе мод не только мебелью но и одежда и так далее это французский бренд соответствует он уже более 60 лет и французские дизайнеры в коллаборации с известными дизайнерами формируют предметы интерьера и собственно одежду и так далее производство идет в разных странах это таиланд индонезия что-то в камбодже делается что-то непосредственно франции производится и приводится сюда и мебель на самом деле в россии появилась не так давно и они не так много людей знают но мне кажется этот бренд достойный внимания особенно в стиле mid-century или вот что-то в отголосках современного скандинавского интерьера легкая комфортная удобная посмотрим что здесь можно подобрать поехали начнем собственно стеллажей стеллаж это такая штука которая должна быть легкой визуально в интерьере вообще это такой принцип построения в наших интерьерах мы часто тоже применяем все что является таким закрытым хранением мы стараемся интегрировать и делать встроенным чтобы шкафы все прятались а если у нас есть какое-то открытое хранение и если у нас нету возможности например сделать встроенный стеллаж с полу до потолка и делать это на заказ то мы хотим что-то поставить отдельно стоящее то вот супер решение это легкий визуально стеллаж легкий это означает что он имеет тонкие полки тонкие металлические стенки собственно вот отличный стеллаж ларедут который здесь можно взять поэтому я бы отметил это как топ вот такое кстати стеллаж мы применили в одном из наших последних проектов на валовой это сталинка и как раз таки там применяется вот этот стиль медсеншери и вот этот стеллаж отлично туда вписался выглядит супер этот стеллаж есть разных размеров можно посмотреть на сайте разных конфигураций есть различные варианты там расположения полок и так далее также есть помимо таких тоненьких совсем стеллажей есть также отдельно стоящие с деревянным каркасом с полками и в таких вариациях тоже достаточно много вариантов стеллажей есть частично закрытые полки с открытыми то есть такая комбинация и уже более такие как раз таки в стиле мидсеншери напоминающие советские наши шкафчики с такими тонкими ножками комоды до такого очень много ларедут можно посмотреть тоже различные варианты ларедут также есть и стеллаж с рельефным стеклом все мы помним знаем что это стильно модно молодежно еще на выставке и салоне мы помним что много применялись таких решений собственно ларедут тоже есть такой вот стеллаж легкий современный стильный в случае если у тебя съемная квартира ты часто переезжаешь обычно вот в икеи покупаем такую вешалку на которой все висит и она как правило хлипкая и сделано в общем-то из металла ларедут есть классная альтернатива это такая вот вещь где есть и вешалка и крючки и зеркало поворотное и мелочи какие-то положить есть подставка в общем она на самом деле для прихожей предназначена но можно использовать опять же как вот такую временную вешалку как мини гардеробную материалы здесь mdf шпон никакого dsp все достаточно добротно круто сделано вот поэтому давайте поставим лайк вешалки давайте лайк поставим вот друзья до конца смотрим видео в процессе расскажу про супер классные условия и акции которые нам дали ларедут для наших подписчиков в ларедут много интересной детской мебели на самом деле достаточно стильные прикольные интересные и будет отличной альтернативой икейской мебели а даже гораздо круче потому что выбор здесь уже обширнее мебель стильная современная функциональная вот есть кровати с точки зрения кровати есть например разные функциональные модульные решения из разряда вот что-то типа вот этого здесь угловые шкафчики это очень удобно потому что у ребенка всегда есть какие-то книжки под рукой можно прикрепить светильник вот на эту полку можно что-то положить в этот ящик и там спрятать какие-то игрушки на ночь в общем это такой мини мирок для ребенка это очень здорово плюс еще есть дополнительное хранение которое можно использовать как спальное место дополнительное например вытащить ящик здесь уже есть матрас и если кто-то в гости приехал можно собственно здесь остановиться вот эта вот кровать интересная плюс помимо этой кровати в на сайте есть еще много разных интересных моделей есть с опять же отсылками похожими вот по стилю колониальный стиль дает с ротангом да какие-то такие вещи сплетенной мебелью как раз таки я подразумеваю что это сделано в индонезии то что там много такой мебели вот есть также скандинавский стиль элементы например кровати любимые это домики до которые в ларедут тоже продаются из массива ясеня есть кровати которые идут с основой из дерева и есть с мягким изголовьем с мягким изголовьем очень много интересных стильных решений в ларедут под современный интерьер а мне понравилась кровать энди такая немножко в стиле как раз таки медсеншери даже кресло вот это дизайнерская которая известна но в виде кровати в общем такая интересная интерпретация можно встраивать собственно скандинавский интерьер вообще достаточно стильно получится обустроить детскую место этой мебелью помимо кровати здесь много интересных различных предметов мебели например тумба прикроватная там стульчики столы и так далее прикроватные тубы могут быть из металла вот например кстати мебель рабочей зоны из металла мы помним в икея есть что-то подобное здесь достаточно много вариантов и вариаций здесь можно разместить тоже книги и так далее мне понравилось прикроватные тумбы из металла мне понравились прикроватные тумбы из массива и ндф и вот с точки зрения столиков и рабочих таких зон для детей здесь ларедут достаточно большой выбор что здесь есть мне понравился вот этот столик с стульчиками он есть как прямоугольном сечении таким таком и также круглый и коллекция валет который можно посмотреть на сайте как она выглядит тоже очень стильно можно применить в современный детский интерьер с такие природные натуральные оттенки как раз таки которых очень много здесь в принципе в ларедут применяется нежные зеленые оттенки нежные розовые оттенки в общем то все что связано с натуральным деревом здесь тоже применяется поэтому пользуйтесь ларедут мягкая мебель небольших размеров что очень круто вписывается в небольшие пространства например если у вас там однокомнатная квартира или нужно писать на кухню то как правило на самом деле маленьких размеров угловых диванов очень мало если нужно угловой диванчик небольшой то вот есть такая модель джимми называется ее можно как с правой стороны так и с левой стороны сделать вот этот угол атаманку и собственно ножки тоненькие деревянные как собственно в классике там 60-50-х годов легкий небольшой диванчик можно вписывать еще помимо мягкой мебель в гостиную здесь очень много того что собственно нет в шоуруме но есть на сайте мне очень понравилась модель smith кресла у него ножки похожи на ножки как в мебели миноте или в полиформ даже на некоторых моделях есть подобные ножки собственно но стоимость значительно дешевле особенно со скидкой можно интересную мебель приобрести кресло дилма супер кресло в том плане что он очень похожа на модели известного дизайна ханса вагнера только тоже значительно дешевле и собственно из массива дерева качественная мебель и подушки из льна натуральные материалы за относительно небольшую стоимость это очень крутая тоже модель рекомендую много есть еще дивана в круглой формы такой вот овальной формы например как вот этот есть также еще кресло похоже называется лэнси у нее только есть ножки вот это вот собственно до пола такие модели отлично впишется в интерьер небольшого пространства например если нужно вписать на кухню какой-нибудь диванчик поставить это реально комфортное легкое решение который не занимает много места и за счет круглой формы если у нас есть какие-то круглой форме на диване в прямоугольном пространстве который у нас может быть до смягчается немножко формы и появляется некая динамика в интерьере тем самым мы прямоугольной формы разбавляем вот такими полукруглыми и таких полукруглых форм достаточно много в ларедут потому что это опять же специфика вот этого стиля мид сэншери в элементах элементы этого стиля применяется но вот в такой вот форме в ларедут есть три основных направления стиля есть в общем то то что я увидел возможно как бы кто-то увидит и больше но то что видно отслеживается это такой мид сэншери чистыми сэншери который проглядывается в принципе везде немножко напоминает скандинавский интерьер да такие легкие простые формы с натуральным материалами также есть элементы арт-деко немножко золота таких вот элементов латуни акцентов мрамор да какой-то дорогой может быть материал применяется но тоже с такими простыми формами все-таки все крутится вокруг вот этого стиля мид сэншери 60-х годов но и также есть элементы эклектики и этнические элементы какие-то например там статуэтки как окаменелое дерево то что мы часто видели в индонезии когда там жили с лёшей там очень много очень-то этих предметов и все это совмещается вместе и один из направлений собственно вот этих этнических решений и использование вот этих мотивов индонезии таиланда и юго-восточной азии это вот такие вот предметы интерьера с водным гиацинтом или ротангом плетенка который можно применять как собственно и в интерьере это будет интересное продолжение интерьера современного да и немножко добавлять природы в интерьер такой эко стиль может быть так и собственно в экстерьере такое кресло отлично подойдет можно там постелить на даче на веранде смотреть на море пить мохито и собственно наслаждаться жизнью но на самом деле очень круто выглядит мы все видим мотивы современных кресел такие которые используются культового дизайна если рассмотреть журнальные столики то тут тоже направлении три основных которые я тоже увидел простые формы скандинавском интерьере вот такие вот столики которые вставляются один другой очень функционально удобно особенно когда много друзей собираются ты расставляешь в маленьком пространстве эти столики по помещению у каждого есть свой небольшой столик для того чтобы что-то поставить на него и это очень удобно таком же формате и один и другой вставляется есть столы с деревянной столешницей и черным металлом то что чаще как раз я видел в индонезии то есть это больше наверное такие этнические моменты прослеживается также есть таком вот небольшом стиле арт-деко элементы арт-деко я бы сказал не скажу что это прям чистый стиль арт-деко просто элементы какие-то это перфорированный металл например вот здесь вот на столешнице видно латунь цветной металл и собственно с такой перфорацией то же самое функционально столик один-другой вставляется то есть один круглый вставляется в другой получается очень функционально удобно такие ножки могут быть тоже разного цвета металла это может быть как черный металл так и латунь и различного цвета металл который тоже присутствует вот таких вот скандинавских интерьерах вот эти столики очень удобные есть очень прикольные на самом деле приставные столики в ларедут которые можно представить к дивану и собственно пользоваться поставить кружку и так далее они тоже очень тоненькие лаконичные как тот стеллаж который мы смотрели до этого есть вот такие мраморные столики столы цвет мрамора тоже может быть разный столешницы в ларедут есть разные и очень круто смотрится на вот таких вот тонких ножках есть как вот такие маленькие кофейные так и побольше журнальные столики вот эта форма мне тоже очень понравилась можно в интерьере применять будет действительно очень круто так интерьеру дорожать и даже какой-то простой лаконичный интерьер добавив вот такие вот детали а сразу же преобразуется и будет выглядеть богаче на сайте тоже немало вариантов которые тоже мне очень понравились мне прям запал в душу маленький столик мат мат это такой керамический столик при диванной яркий действительно прикольный предмет который круто впишется в современный интерьер и немножко добавят вот этому интерьеру динамики и контраст и будет таким акцентом есть журнальный столик из цементного волокна а такой прям чисто бетонный называется конс райт если я правильно сказал а с точки зрения вот таких подобных столиков тоже очень много вариантов есть как большие маленькие есть вот мне понравился колду стол с таким же мраморным основанием на сверху столешницы и основание идет из стекла она прозрачная тоже очень круто будет выглядеть в интерьере и как раз таки если брать ту мебель которую больше относятся к этнической и к современному стилю с эко направленностью да такие как немножко может быть стиль боха напоминающий вот это пеньки из цельного пенька такие небольшие столики либо приставные либо собственно журнальные столики есть например в лареду тоже на сайте называется седуа это такой прям цельный пенек из акации экзотической породы дерева который можно поставить в гостиной рядом как из какой-то простой формой дивана будет очень стильно современно выглядеть и будет напоминать нам о природе что безусловно в современном интерьере большой плюс друзья стулья в ларедут интересные стулья тоже в общем-то культового классического дизайна уже можно так сказать и немножко в своей интерпретации первый стул это венский который является собственно классикой и в общем то он такой здесь немножко винтажный я бы выделил этот стул как наверное классический потому что он может писаться абсолютно в любой интерьер кроме конечно такого жесткого минимализма в скандинавский стиль в мид-сеншери он отлично подойдет дальше всем нам уже такие надоевшая просто форма к пластикового стула эймс который можно сказать повсюду в основном в ресторанах кафе барах вы встречаете реплику этого стула эймс который в общем то обычно расхлебывается разваливается который обычно пластиковый не очень удобный холодный то в ларедут в общем то есть тоже классическая форма стула эймс но сделан в ткани и он мягенький аккуратненький и сделан на самом деле очень качественно у него вот это вот основание уже не с прутьями вот эти металлическими которые разбалтываются а а уже такой полноценный каркас из дерева вторая форма тоже как напоминающий эймс тоже в мягкой форме тоже я бы отметил как интересный стул если вам опять же не надоела эта форма мне уже как немножко понадобила но в целом можно вот применять можно сказать классика вот этот стул очень прикольный вот так отодвинул вот это стул мне понравился достаточно стильный интерьер такой эко направленности опять же mid-century очень напоминает вот эти стулья культового дизайна пятидесятых тоже круто выглядит лаконичный простой легкий из натуральных материалов и собственно водный гиацинт и полетение ротанга а все что относится к такому стилю боха тоже можно применять напоминает вот по стилю хорошо сочетается с тем креслом который у нас там вот стояла плетеная такой же в общем то из этой стилистики тоже круто впишется в интерьер опять же где такие белые стены немножко можно сказать такой южный интерьер если ты например там на юге в крыму мне кажется вообще прям какой-нибудь тип такой бунгало в стиле боха крым пляж и стул кайф вообще и соответственно то что понравилось на сайте я бы выделил просто в топ это стул гал который напоминает стул ханса вагнера очень на самом деле похож такой стул мы применяли у нас в интерьере жека водный но это не на сто процентов там какая-то реплика или еще что-то это похожий стул по качеству будет лучше чем какую взять китайскую реплику совсем дешевую а по цене в общем-то дешевле оригинала поэтому можно пользоваться и приобретать комод или например тумба под тв есть также шкафы в этой стилистике лаконичный современный дизайн мид-сеншери и можно сказать такой скандинавской направленности что-то похожее на мебель из икеи но здесь на самом деле шпон дерева это шпон натуральный собственно мдф идет в основе и качество на самом деле достойно при этом стоимость так в общем а есть нескольких вариантов опять же здесь три основных направлений есть вот такой вот современный более лаконичный стиль есть что-то в районе этнического стиля с плетеными фасадами даже есть и есть мне понравилось на сайте например паккин или пакун называется с рельефными фасадами рельефные фасады очень стильно тоже выглядят такая серия еще идет по мебели это буфет-бар потом есть такая же такой же у нас столик под тв тумба под тв и журнальный столик все это как раз таки элементы вот этого арт-деко в стиле медсеншери где добавляется уже цветной металл где добавляется цветной цветная цветной металл даже в тканях в принтах на диванах и так далее и в общем то вот такая вот линейка друзья давайте с вами немножко проголосуем напишите в комментариях как какое вот направление стиле вам нравится из товаров ларедут больше всего это немножко элементы арт-деко цветного металла это немножко ответвление в скандинавский стиль более простые легкие формы или может быть стиль боха с какими-то этническими мотивами орнаментами и таким чем-то необычным чтобы сделали вы у себя интерьер и напишите пожалуйста в комментариях друзья отдельное внимание свету потому что в таком стиле светильники как правило либо дорогие итальянские и культового дизайна оригиналы либо бюджетные стремные реплики которые все время раскручивается и ломать здесь вот обычно какая проблема когда ты так раскручиваешь ты может отрегулировать это конечно круто это все здорово вот они поворотные классные механизмы но если такие дешевая китайская реплика то вот это все не держится ни хрена и не работает здесь все достаточно качественно вот я повернул зафиксировал все круто сделано в общем-то под по качеству вообще никаких претензий при этом цена достаточно приемлемая стильный светильник я бы выделил как прям такой топчик он круто будет смотреться с другими черными элементами у нас похожем стиле как раз таки проект валовая и там подобный светильник у нас стоит подобные в подобном стиле вот в светлом современном легком интерьере ставим такой свет дополняем каким-то черными элементами дополнительными деталями и будет огонь помимо этого светильника есть подобные только скандинавском стиле такой на изогнутой ноге тоже фиксируется круто выглядит и часто его видел в современных скандинавских интерьерах или в стиле боха тоже с какими-то этническими мотивами он будет тоже круто смотреться в той зоне где у нас были элементы ар-деко у нас отлично вписывается торшер желтого цвета подвесной тоже будет круто выглядеть в стиле мид-сеншин для тех кто любит куча тканей любят их пощупать повыбирать и в общем-то кайфует от различных оттенков материалов и цветов то здесь мне кажется будете залепать долго потому что тут разные как раз таки фактуры материалы достаточно объемное количество тканей и и все в общем-то в тех оттенках модных которые мы с вами все видели давно знаем и которые из года в год последнее время в общем-то появляются в понтон как цвет года как раз таки коралл да вот собственно последний цвет и различные оттенки которые мы также видели на и салоне мой топ то что мне здесь больше всего понравилось это конечно же вот такие вот ковры и такие пледы с крупной вязкой вообще очень круто будет даже совмещать несколько вариантов ковров например когда есть какой-то однотонный простой формой и сверху положить вот такой вот крупные вязки на контрасте они будут очень круто смотреться если прям вот рядом с какой-нибудь простым простой формой диван да и простой ткани то тоже на контрасте не выглядеть будет очень круто но вот ну и соответственно здесь тоже подобный плед тоже видно как это круто выглядит мне кажется вот это просто мечта всех инстаграм-блогеров, которые фоткаются дома, укутаться в такой вот плед, написать, не знаю, там что-нибудь няшное и какую-нибудь игрушку еще в руках подержать. Это прям топчик. Вот. С точки зрения декора, друзья, если здесь я все начну показывать, этот выпуск никогда не закончится, потому что здесь тоже большой выбор и много всего интересного. И в основном ответвление три. Точно так же это немножко такой скандинавский стиль с более простыми геометричными формами в декоре. Простые стеклянные предметы геометричных форм. Дальше это, собственно, арт-деко, элементы, которые идут в виде цветного металла, золота, латуни и так далее. Зеркала, друзья, зеркала, вот эти круглые зеркала, которые можно повесить в стиле арт-деко. Вот это солнце, просто культ. Ну, мне кажется, это самый главный элемент арт-деко, который можно применить и, собственно, сразу же преобразить интерьер в этом стиле. Дальше, собственно, разные этнические и стили боха. Элементы, например, там какие-то костенелое дерево, каменное дерево, так называемое, которое в Индонезии тоже часто продается. Это могут быть какие-то слепленные фигурки этнические, это могут быть скульптуры Будды, все, что относится к каким-то этническим моментам. А в стиль боха можно смело ставить, и это будет круто, стильно выглядеть. Как обещал, друзья, скидки. При использовании промокода Geometrium на сайте вы можете получить на большинство товаров до 50% скидки. А если приходите сюда в шоурум, называйте тоже промокод Geometrium, то можете получить скидку даже больше. Подробности, в общем-то, в описании. Приходите сюда, называйте Geometrium, получайте бонусы, скидки и так далее. Ну что, друзья, пишите ваши вопросы, комментарии, что понравилось, что не понравилось. Может быть, вы увидели какие-то интересные товары на сайте и, в общем-то, считаете, что они тоже должны войти в этот топ. И также пишите в комментариях те производители, которые вы знаете, которые вам нравятся, на которые вы хотите обзоры. И напишите вообще мнение, как вам такой формат роликов, когда мы ходим на конкретных производителей, смотрим шоурумы и показываем какие-то топ товаров, которые нам нравятся с точки зрения дизайна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok